За это протяжка. Я так понимаю, извини меня, я тебя перебью, что база, все-таки у тебя что в базе было? Занимался чем ты, каким видом спорта ты занимался до того, как ты пришел в... Я занимался тяжелый атлетик. Я мастер спорта по штанге. Вот ты, понятное дело. Все, что можно, я поднимаю за счет штангистских... То есть за счет своей базы? За счет, да, за счет, не базы, за счет умения вот это... Включать. Включать, да, мощные мышцы, спины и ног. Я, честно говоря, думал, что в основном там ребята, которые после пауэрлифтинга. Да, если в основном приходится пауэрлифтинга, то из-за того, что здесь заработок больше. Но наибольших успехов добиваются люди, как раз пришедшие из единоборств, из борьбы и из тяжелой атлетики. Потому что они там гибкие, сильные, быстрые, легко обучаемые. Как себя умеют похвалить, а? А сила она придет. Гибкие, сильные, быстрые, легко обучаемые. Практически как я. Только меньше. Ну, какие эти годы? Сколько тебе лет? 26. 26. Молод, здоров, не то, что я. Давай, побегай еще вокруг меня с этой кегой. Пускай люди посмотрят, какие у нас сильные ребята в России. Вот так завалили, взялись и сейчас одним движением, за счет спины ног поднимайте протяжку вдоль тела. И еще один момент важный. Вы держим так, чтобы он лежал где-то на верхней части, на нижней части груди, чтобы она не сваливалась. Как будто живот выдувает. Да, может быть чуть-чуть на животе. Получается, при таком положении бежать легче и дышится. Если я сейчас подниму более низко, условно вот так, она мне давит. И я уже тяжело бегу, да. Ее же неудобно, все. И так много пива вы не унесете. А если я сейчас подкину то же самое, уже более высоко, вот, мне же нормально, неудобно бежать. Как вы думаете, реально ли в гигантском спортивном зале разглядеть чемпиона мира? Конечно, если это наш герой Владимир Кравцов, абсолютный чемпион и рекордсмен мира по жиму штанги лежа. Когда задают вопрос, а почему? Почему у тебя получилось? Благодаря чему? Я не благодаря чему, а вопреки, вопреки всему, вопреки даже здравому смыслу. Владимир Кравцов впервые перешагнул порог качалки, когда ему было уже 28 лет. Амбиции начинающего атлета зашкаливали. Он пришел за рекордами и славой. Однако тренер быстро охладил его пыл. Перспектив во мне не видит. 28 лет – это слишком много. Пожелал удачи, мной заниматься не стал. Слова тренера прозвучали как приговор. Но Кравцова это не остановило. Наоборот, он воспрял духом. Упорство и железный характер быстро дали свои плоды. Владимир Кравцов стал безоговорочным королем штанги. Многократным рекордсменом России, Европы и мира. По жиму штанги лежа. Однако со временем кураж от побед пропал. Был период, когда не хотелось спортом заниматься. Хотелось все бросить. Где-то полтора года я вообще к штанге не притрагивался. Организм требует каких-то эмоций, какой-то эмоциональной подпитки. А ее нет. Ну и что-то, конечно, рядом всегда оказывается тот же алкоголь. На какое-то время Владимир ушел в подполье. Об этом периоде жизни Кравцова даже сняли документальный фильм «Дядя Вова». А я так говорю, ну ребят, ну какой артист? Ну я там, там есть некоторые игровые сцены в фильме «Дядя Вова». Я говорю, я не сыграю. И Кравцов. Однако это был фильм со счастливым концом. В 2009 году «Атвет» делает настоящий камбэк, устанавливая новый абсолютный рекорд России и Европы. Кравцов выжил 300 килограммов без экипировки. Судьба. От судьбы не уйдешь. Спорт почему я им занимаюсь? Не от безысходности какой-то, не потому что я делать ничего не умею больше, потому что это мне больше всего нравится. Владимиру Кравцову 41 год. Он прекрасно себя чувствует и готовится к покорению новых вершин. Планы у него поистине наполеоновские, новый мировой рекорд. Сейчас он составляет 310 килограммов. А что будет дальше, известно одному только Кравцову. Александр Кузьминых, Андрей Монастырецкий, Павел Кроник. Все включено. Ну что, друзья, наконец-то мы добрались. Самое важное упражнение – камушки Атласа. Бери побольше, бросай подальше. Все просто, да? Все просто, да. За исключением одного. Камушек весит 160 килограммов. Это на 40 килограммов больше, чем вешу я сейчас. Ну, камушек поудобнее держать или меня поудобнее будет поднимать? Знаете, если я потренировался, и вас будет удобнее держать. Молодец, Хамид. Для выполнения этого упражнения нам придется привлечь ассистента. Я не рискну. Ну, не специалист. Алексей, пожалуйста, зайдите к нам. Чтобы не зашибить ведущего. Я засекаю минуту. Камушек 160 килограммов. Мы готовы. Поехали, время пошло. Спасибо. 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 Стоп! Минута. Сколько раз? Пять раз. Спасибо ассистенту. Пять раз Банюка с краденым мешком картошки перебросили через забор. Дружище, а теперь покажи технику выполнения упражнений, выкатя его сюда поближе. В чем вот, в чем принцип? Опять же, опираясь на твой опыт штангиста, тяжелого атлета. Я на него все время опираюсь. Понятно. Подходит к камню, мысленно делить его пополам. Так. И руками его по середине обхватывать. Как земной шар. Как земной шар, да. Прям под самницу упирались в землю, в камень сам. Я прошу. Подожди, такой молодой уже задышался. Что-то слабоватка. Надо тренироваться больше. Надо больше тренироваться, согласитесь. Как-то слабо, слабо все. Дальше. Вы обняли его максимально руками. Так. Прижали его к груди. Так. И вот, не отпуская от груди, тоже за счет спины и ног поднимаете. Активным разгибанием спины и ног. Понятно. То есть, я обхватился, прижался. И прям как будто, как из борцовской техники, хочу прогибнуть. Борцов прогибнуть. Да. То есть, я его прям... Наконец-то я услышал что-то знакомое. Что-то родное. Ладно. Вы знаете, друзья. Когда я смотрел это упражнение, я вспомнил еще одного замечательного стронгмена. Это величайший атлет, мой близкий друг. Михаил Кокляев. И когда я вижу Мишу, когда он делает это упражнение, когда я сейчас посмотрел на Ивана, у меня такое впечатление, что это атланты, которые поднимают нашу землю на руках. Нагрузки в этом спорте не сопоставимы ни с чем. Я считаю, что это настоящие живые богатыри. Если вы считаете по-другому, посмотрите на следующий сюжет, и вы поймете, что я прав. Турниры по силовому экстриму включают в себя от 6 до 10 упражнений. В течение двух дней участники состязания тягают огромные каменные глыбы, тяжелые покрышки и тонны железа. Каждое из упражнений позволяет спортсмену проявить всю свою недюжинную силу и выносливость. Причем задача усложняется тем, что работа со снарядами ведется на время. В этом году в силовом экстриме был установлен небывалый рекорд. На турнире Арнольд Классик англичанин Марк Феликс в упражнении тяга штанги с колесами поднял 511,5 килограммов. Еще один рекорд, который также вошел в историю, установил американец Майк Дженкинс. В 2011 году на турнире по силовому экстриму он обогнал сильнейших людей планеты в упражнении колодец. Спортсмен преодолел расстояние 12 метров за 7,42 секунды, при том, что вес колодца составил 400 килограммов. Если суммировать все лучшие показатели сильнейших стронгменов мира, то современный Геракл должен уметь за пару минут пробежать расстояние, равное взлетному полю обычного гражданского аэропорта. При этом, слегка поморщившись на своих могучих плечах, он без труда смог бы пронести стадо быков. Я очень благодарен Ивану Шатовкину за то время, которое он посвятил нам, за те чудесные упражнения, которые он нам объяснил. Но я призываю вас, не делайте их сами без тренера. Если вы хотите заниматься стронгменом, приходите в настоящие хорошие залы, ищите настоящих хороших тренеров и становитесь настоящими чемпионами. А с вами был Иван Шатовкин, Сергей Бадюк, телеканал «Россия-2». Берегите себя. Еще больше полезных советов и крутых героев на следующей неделе. Только завтра в очередном выпуске «Все включено» Сергей Бадюк расскажет, как из щупленького и худенького превратиться в настоящую «Динамо» машину. В гости к ведущему нашей программы, пожалуй, чемпион России и Европы по боевому самбо Иван Косов. Иван будет делиться секретами своей собственной системы накачки. Для того, чтобы быть таким же стройным, рельефным и сильным, как наш герой, можно даже не ходить в элитные фитнес-клубы. Иван, покажи свой спортзал. Это и есть мой спортзал. Вот видите, он у него умещается в такой небольшой сумочке. Наш гость расскажет, как при помощи самого нехитрого инвентаря стать обладателем недюжей силы. А сейчас необычные подтягивания, смотрите. Можно немножко остаться в статике, повисеть. Вот это подготовка, вот это боец. Как, даже не выходя из дома, отработать филигранную бросковую или ударную технику? Как нож в масло. Недобрый так. И ты выдерживаешь такой танк? Конечно. Точно. А давайте проверим. А ну-ка давай еще разочек. Быстрее, 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 быстрее. 5 секунд. Не пропустите. Следующий специальный выпуск «Все включено» с Сергеем Будюком. И тогда вы будете такими же сильными, как Иван Косов. И вам любое испытание будет по плечу. Напоминаем, завтра на телеканале «Россия-2» встречаемся в это же самое время. «Вадюк» следит за тобой.